Хочу дорассказать историю, которая у нас получилась со съемкой таксиста из аэропорта в отель. Говорил, что будет непросто. Вот они наглые, страшно. В общем, доехали мы сюда, оказывается... А, еще один такой момент. Вот этот талончик, который мы заказываем для того, чтобы взять такси, номерок такси. Он стоит 50 бат, это потом берет таксист. В конечном итоге у нас на счетчике получилось... Мы заставили его проехать по навигатору все-таки, по кратчайшему пути. У нас на счетчике вышло 177 бат. Плюс 50 вот этих, которые нужно отдать за талончик. Он все равно поднял кипиш возле отеля, что мы ему должны все-таки отдать 300, которые он захотел изначально, сказав нам. Когда только видео как бы начиналось, мы подошли, загрузили багаж. И он говорит, мы спрашиваем сколько, он говорит 300. Я такой говорю, окей, let's go, поехали. Вот, и мы вот заставляем его включить, заставили включить вот этот счетчик. Вот, доехали, и по факту получилось 230 бат. Вот, 227, быть точнее. Но не как 300. Не как 300. И вот они обманывают. Более того, он поднял, рассказываю, он поднял кипиш. Обратился к какому-то уважаемому человеку тайской национальности, постарше, и говорит, что, типа, вот мы его обманываем. Мы ему начинаем тоже с ним как бы разговаривать. Показываем счетчик этот, он смотрит. Что, типа, я говорю к нему, подойдите, посмотрите вот на счетчик. Вот, он заглянул, посмотрел, 180, ну, в общем, допустим. Плюс показываем чек ему 50. Вот, в итоге 230, называем ему, объясняем это все. Этот же таксист доказывает, что не, не, все равно. Он как бы слушает таксиста, потому что это не тайцы, они друг за друга стараются как бы мазу тянуть. И я смотрю, что дела не будет, я уже достаю телефон, который у меня сел, почему закончилось видео, я не доснимался, у меня сел телефон. Достаю телефон, говорю, слушайте, вот видео, доказательство этого всего. И тогда уже, вот это повлияло на мнение этого старшего человека. И он сказал таксисту, слушай, бери вот 230, ему назвал БАД, и вали отсюда. И этот такой фах-фах, типа, еще там, что-то рукой всмахнул. Мы ему дали 220, мелочи не было. Думаю, 240 давать не буду, сейчас заберет и те, такие наглые, наглые, страшно. Вот. И, короче, пока мы там искали монетку в 10 бат, он махнул рукой, типа, а, ну, вас, типа, к чертям, типа, ну, ну, удачки вам. Придел в машину и уехал. Вот такая вот ситуация. Так что, я не знаю, но если вы готовы, как бы, им переплачивать, это ваше дело. Если не готовы, ну, оборудуйтесь тогда навигатором. Он вам, кстати, пригодится при езде на мобеде. Вот, потому что здесь улички одинаковые, и можно долго кружлять кругами, если вы не знаете острова Пхукет, если вы не знаете Бангкока, приготовьтесь основательно. У вас, ну, должен быть с собой навигатор по-любому. И желательно, если плохо овладеете английским, ну, пойдет, допустим, какой-то с собой водофон, проплаченный там на месяц, допустим, путешествие, который будет вам давать интернет, допустим, что вы сможете, там, какой-то там гугл-переводчики себе перевести, там, даже на тайскую им, потому что им очень сложно что-то объяснить. А таксисты вообще делают вид, что они не понимают даже, куда ехать, когда им на карте показывают, что этот цирк такой, что, ну, я даже не знаю, ни в какие ворота не лезет. Честно, я в шоке с этого всего. Вот такое вот такси тут. Так что к этому приготовьтесь основательно, если вы не хотите быть обмануты. Мы в прошлый раз, когда ехали с аэропорта в отель сюда, вот, он кричал вообще изначально таксист 500. И мы также вели его по навигатору. И он все равно умудрился сделать кольцо, не послушал нас, что нужно повернуть налево. Он сделал еще кольцо по городу для того, чтобы еще чуть-чуть насчитало, чтобы снять с нас побольше. Обосновал это тем, что туда, типа, нельзя поворачивать, хотя туда заходят большие автобусы и без проблем приезжают. Вот. С вами был Жека. Надеюсь, видео вам поможет сэкономить ваш бюджет. До встречи.